Слушание по принятию бюджета Перми – публичная процедура, на которую может заявиться любой желающий. Тут и общественники, и эксперты. Доктор экономических наук Татьяна Миролюбова уверена, главный финансовый документ должен быть нацелен на развитие. Времена меняются. При формировании бюджета города Перми на 2016 год, я полагаю, нужно учитывать реалии текущего периода 2015 года. Это должен быть бюджет не просто следующий в инерционном потоке, а это должен быть бюджет развития. Бюджет, который закладывает основы для перехода экономики города на инновационный путь. Бюджет, который формирует возможность для новой модели экономического роста. Но большая часть расходов, конечно же, социальная – свыше 60%. У города много обязательств, и он их выполняет, говорит Виктор Агеев. Будет начато строительство очередного муниципального дома. То есть мы продолжаем наш опыт не только расселения, путем выкупа, но и расселения путем предоставления муниципального жилья. А мы открываем новые проекты по строительству новых уже общеобразовательных учреждений. Продолжается наша работа и по детским садам. Бюджет Перми 2016-2018 годов – не бюджет выживания, но бюджет развития, подчеркнул заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. На реконструкцию, строительство и приобретение детских садов, школ и учреждений дополнительного образования в бюджете предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма пойдет на переселение граждан из аварийного жилья. Около 2 миллиардов рублей из бюджета будут направлены на строительство и реконструкцию дорог. Основные параметры нам удалось. И, наверное, один из немногих городов Российской Федерации, который фактически будет рассматривать бездефицитный бюджет. То есть доходы чуть больше 22 миллиардов и расходы чуть больше 22 миллиардов. То есть фактически дефицит ноль. Более 50% бюджетных средств – это налоговые доходы, наши с вами деньги. И мы должны знать, на что они расходуются. Оценить проект главного финансового документа города можно на портале «Публичный бюджет» в разделе «Проект бюджета» или на официальном сайте администрации Перми. Татьяна Александровна, Евгений Гилёв, телекомпания «Ветта».